А между тем, как оказалось, все причины народной нелюбви можно устранить. И сумели это сделать не где-нибудь в столице, а в нашем городе. Специалисты детской городской больницы превратили четвертую поликлинику в по-настоящему современный медицинский центр, на который теперь будут равняться по всей стране. Ольга и Дмитрий Григорьевы задались вечным вопросом, а что так можно было, и убедились, можно. Елена Лысова привела маленького Даню в поликлинику на плановый осмотр. И впервые процедура заняла так мало времени. Оказывается, что все нужные врачи теперь сидят в одном кабинете. Мы решили проводить этот профилактический осмотр по технологии так называемой ромашки. Поэтому у нас отведено специальное место, кабинет, довольно-таки просторный, чтобы разместить всех специалистов. И ребенок, например, годовичок. Вот мама заходит, да, в возрасте одного года ребенок. Она его раздевает один раз. Доктор участковый представляет этого ребенка, как он развивался, как рос. Показывает специалистам, его смотрят. Здесь получается как бы совместный уже осмотр, более угловленный. Хирург, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог и другие. Все готовы принять десяток ребят за один присест. Теперь на прием одного ребенка уходит в средние минут 10. За это время маленький пациент без узнуряющих очередей и бесконечной беготни по кабинетам успевает пройти всех положенных по возрасту врачей. Эффективность способа бесспорна. Радуются инновации и сами медики поликлиники, ведь значительно экономится и их время. Опытный врач, отоларинголог Ольга Тимофеева вспоминает прежнюю систему приема. Преимущества нововведения очевидны. Нам это удобно, у нас преемственность сохраняется. Если какой-то вопрос по ходу осмотра здорового ребенка появляется, то мы можем друг друга вот так вот по кругу спросить, посоветоваться с неврологом, с хирургом, с стоматологом, с окулистом. Очень интересно. Приятно, что сразу все врачи, не надо никуда бегать, отдельно записываться. Нам очень понравилось. В итоге схему так называемой «ромашки» внедряют примерно уже полгода. За это время люди успели оценить инновацию. Мало того, что посмотреть на систему приходят из других местных поликлиник, полезную задумку отметили и федеральные медики. Четвертая поликлиника стала образцом для российских медучреждений. Мы вошли в четыре лучших региона, которые были выбраны базой для создания так называемой новой модели лечебного учреждения, как бы сказать, образца федерального уровня для последующего тиражирования, что означает, что все, что мы будем внедрять в своем лечебном учреждении, будет тиражировано на все другие лечебные учреждения Российской Федерации. Заведующая детской поликлиникой Ирина Федосова говорит, что уже создана группа, которая будет изучать все позиции, внедрять и улучшать окончательный вариант нового стандарта. Конечно, все мысли будут направлены на доступность медицинской помощи. Все начинается с крыльца, чтобы не было толпы недовольных. Как только пациент заходит в поликлинику, он уже должен знать, куда и во сколько ему идти. А вежливый администратор ему в этом может помочь. Здоровые дети идут на такой-то этаж. Такие дети, которые на реабилитацию идут, они идут на этот этаж. На такие-то обследования. В общем, все, настолько потоки пациентов должны распределены быть. Он на оптимальном уровне, чтобы это было все понятно и удобно. У нас уже очень хорошая база для проведения таких мероприятий. Например, в поликлинике отсутствуют амбулаторные карты. Все в электронном виде. Записаться на прием можно также через интернет. Поэтому в больнице почти нет очередей. К тому же здесь круглые сутки работают стоматологи, педиатры. Есть неотложка и уже в планах создать травматологию. То есть мы будем работать 7 дней в неделю. То есть мы не будем говорить, как раньше говорили, болезнь. Остановись, выходные не болей, а в понедельник приходи и опять начинаем болеть. Этого не будет. И наша больница будет работать 7 дней в неделю. То есть это поликлиническая служба. То есть каждый участковый врач, пока мы приняли решение так, поработаем, посмотрим. В месяц один рабочий день у нее будет рабочий день, днем будет воскресенье. Она выйдет и будет работать в воскресенье. То есть потом, естественно, получит отдых в течение всей недели. В Оренбургской области к новой модели присоединяются еще 24 медучреждения. До конца года это число должно возрасти. А к 2023-му практика образцовой поликлиники. По задумке распространится на все медицинские организации. Ольга Григорьева, Дмитрий Григорьев. Наше время.